В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за нарушение скоростного режима. Какие еще обновленные правила дорожного движения начали действовать, расскажем далее. В Краевом парламенте началось опросное голосование по пакету поправок в федеральный закон о QR-кодах ко второму чтению. Подробности в выпуске. Искусство художников-любителей станет доступно широкой аудитории. В галерее изобразительного искусства Республика ИЗО готовят новую художественную выставку «Слёт». С экспозицией познакомилась наша съемочная группа. Поставки угля в Алтайский край из Казахстана продолжаются в штатном режиме. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Иван Гелев на оперативном совещании в правительстве региона. С начала января для Локтевского района из Казахстана отгружено 700 тонн угля. В пути находятся еще 25 вагонов общей вместимостью 1500 тонн, из которых 350 тонн предназначены для реализации населению. Сегодня уголь есть на котельных в городе Горняке, а также на угольных площадках в соседних районах – Рубцовском и Змейногорском. За превышение скорости теперь можно сесть в тюрьму. В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за нарушение скоростного режима. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом, до трех лет лишения свободы грозит злостным нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости больше, чем на 60 км в час. Кроме тюремного срока предусмотрены денежные штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет. Чистые зоны открывают в главном ковидном госпитале края. В Барнаульской горбольнице номер 5 начнут работу отделения челюстно-лицевой и таракальной хирургии. Это стало возможным благодаря сокращению числа больных коронавирусом, которые нуждаются в медицинском кислороде и аппаратах искусственной вентиляции легких. Так, за последние две недели в регионе появилась возможность сократить коечный фонд ковидных госпиталей более чем на 400 коек. Детская вакцина от коронавируса может появиться в Алтайском крае уже в январе. Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Сейчас детская вакцина ГАМ-Ковид-Вак-М проходит контрольные испытания на безопасность. Ее распределят между субъектами России сразу после всех подтвержденных тестов. В конце прошлого года, с учетом информации, которая поступила в регион, мы подготовились, при этом приобрели необходимое холодильное оборудование, термоконтейнеры и планируем проведение вакцинации с разрешения законных представителей, родителей, как в самих поликлиниках, так и в организованных коллективах, может быть это в школах будет. В АКЗС началось опросное голосование по пакету поправок в федеральный закон о QR-кодах ко второму чтению. Как сказано на сайте регионального парламента, депутаты предложили свой список изменений. В частности, дополнить перечень разрешающих документов справкой о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки и справкой о наличии антител к коронавирусной инфекции. После 1 февраля не ограничивать возможность получения ПЦР-тестов для пропуска в учреждения, объекты торговли и другие. Установить на федеральном уровне перечень объектов, организаций и мероприятий, для посещения которых требуется QR-код, предоставив главе региона полномочия по расширению этого перечня. Также определить порядок получения кода лицами, проживающими в сельской или труднодоступных местностях, а также установить порядок предъявления документации с использованием электронных устройств. Установить единый срок действия кода для вакцинированных, переболевших и лиц, имеющих медицинский отвод. Уточнить возможность отображения результатов ПЦР-исследования на любом цифровом устройстве, а также на бумажном носителе. Новый детский сад на 140 мест открылся в Барнауле. В нем работают 6 возрастных групп, в том числе для воспитанников до 3 лет. Учреждения построили и оборудовали по нацпроекту «Демография». Общая стоимость – 194 миллиона рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. В детском саду есть изо-студия, музыкальные и спортивные залы. Обустроены кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда и современный медблог. Созданы условия для малышей с ограниченными возможностями здоровья. Установлены пандусы, лифт для инвалидов-колясочников и специальная туалетная комната. Искусство художников-любителей станет доступно широкой аудитории. В галерее Республика ИЗО готовят новую художественную выставку «Слёт». Она представит работы авторов, которые не входят в Союз художников России. На монтаже экспозиции побывала наша съемочная группа. От 35 до бесконечности возраст участников художественного проекта галереи Республика ИЗО. Уже ставшая традиционной, выставка «Слёт» дает возможность непрофессиональным авторам показать свое творчество зрителям, а также оценить свои работы в контексте произведений своих коллег. Есть авторы, которые всю жизнь пишут работы, но они просто не вступают в Член Союза художников и не занимаются своим именем. То есть им неинтересно развиваться, им неинтересен пиар, им неинтересны продажи. Они делают это для себя, для души, но при этом очень качественно. Художники традиционно представили на выставке свои любимые жанры – натюрморт, пейзаж и портрет. Галерея разместила у себя около 200 работ от почти 50 авторов, так что экспозиция займет два самых больших зала, а затем обрастет образовательными и творческими встречами. Выставка «Слёт» – это своего рода школа. Начинающие авторы учатся у своих более опытных коллег. Кроме того, в галерее проходят творческие встречи с авторами и обходы выставок с искусствоведами. На выставке «Слёт» завязывается диалог между художником и зрителем. А еще начинающие авторы находят своих коллегах-союзников и объединяются в творческие клубы. Результат работы непрофессиональных баронольских художников за прошедший год можно будет оценить уже с 20 января. Юлия Шаламова, Денис Кузьменко. Новости. Продолжаем выпуск. Они прославились на всю страну благодаря социальным сетям. На их профиле подписаны сотни тысяч человек со всего мира. В течение года мы рассказывали в эфире об успехах блогеров из Алтайского края. Каких результатов они достигли и какими знаниями делятся с аудиторией. Подробности в материале моих коллег. 400 тысяч подписчиков и 7 миллионов лайков. Таких результатов достигли за год Андрей и Людмила Лунёвы. Семейная пара из села Макарьевка Топчихинского района ведет аккаунт социальной сети ТикТок. На их участке все сделано своими руками и автоматизировано. Секретами разработок Лунёвы делятся с подписчиками. Показывают жизнь такой, какая она есть. Ведут хозяйство, ненчатся с внуками и вместе рыбачат. Считают главной задачей настроить молодежь на позитив. Для Алексея Комарова из Первомайского района «Свиньи как бизнес». Канал на платформе YouTube с таким названием он ведет уже три года. Алексей разводит свиней 20 лет. Своим опытом делится в интернете. Например, на его канале можно научиться разводить поросят. Благодаря динамичной и яркой подаче материала на блогера подписались 317 тысяч человек. При этом 90% аудитории с сельским хозяйством не связаны. Смотрят лайвблог из любопытства. 1 миллион 750 тысяч подписчиков и сотрудничество с Международной Федерацией Волейбола. Создатель популярного во всем мире YouTube-канала «Титаны Волейбола» Максим Фролов. Живет в Барнауле. В начале пути не мог найти в интернете качественные видеоролики про волейбол. Решил делать их сам. За пять лет он превратил хобби в крупный коммерческий проект. Блогер делится с подписчиками подборками с топовыми спортсменами, игровыми защитами и атаками, смешными и легендарными моментами. 34 тысячи подписчиков собрал личный блог Юрия Бакулина из Бийска. Основная тема публикаций – работа в огороде. Его супруга Ирина увлечена выращиванием помидоров и огурцов. Сам Юрий ухаживает за малиной и виноградом. В этом году семья прославилась на весь край гигантским урожаем. Помидоры весом 800 граммов, чеснок размером с ладонь, перцы длиной 20 сантиметров. Ирина и Юрий знают, как выбрать сорта, которые принесут большие плоды. Анастасия Меншакова, Новости. И о спорте. Баскетбольный клуб «Барнаул» одержал волевую победу над уфимцем. В этом сезоне команды уже встречались. Тогда верх взяли барнаульцы. Башкиры попытались добиться реванша. В начале игры барнаульцы взяли инициативу в свои руки и создали преимущество – 16-7. Затем после таймаута уфимцев расстановка сил на площадке изменилась. Хозяева догнали соперников. После чего начались игровые качели. В итоге в баскетбольной перестрелке удачливей оказались барнаульцы. Горожане победили со счетом 77-76. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в наших группах в социальных сетях. До встречи в эфире. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин